Здравствуйте! Я надеюсь, вы уже выкопали чеснок. И если не выкопали, уже пора, выкапываем чеснок. Что делать с землёй, которая освободилась от чеснока, либо от любой другой культуры? Первой мыслью хочется дать земле отдохнуть. Растения, которые росли на этом участке, они забрали много довольно-таки питательных веществ, ну и хочется, чтобы земля отдохнула, земля как бы, ну оставить её под пар. Но в природе пустой земли не бывает. И опустевший участок, освободившийся от какой-то культуры, он тут же начинает зарастать сорняками. Нам придётся либо полоть данный участок, не допускать разрастания сорняков, потому что обычно вот такие участки мы забрасываем до следующего года, перестаём на них обращать внимание, а сорняки тут же вырастают, они тут же начинают цвести и засевать участок с семенами. Чтобы вот этого не допустить, нужно освободившийся от любой культуры участок засеять. И здесь можно пойти двумя путями. Либо засеять сидератами, ну, например, той же самой горчицей, либо фацелий, очень хороший сидерат фацелия, либо ещё раз на этом участке вырастить такую культуру, как дайкон. Дайкон – это японская редька. Дайкон – родственник редьки, родственник редиски. И в Японии это практически основная овощная культура. Дайконы бывают разной формы. Они бывают длинные, они бывают круглые. В Японии созданы сорта дайкона длиной 2,5 метра. И есть ещё и круглые дайконы, которые достигают 40 килограммов веса. Но нам такие дайконы не нужны, хотя дайкон и вот те, которые мы сажаем, они не мелкие. Дайкон вообще лучше всего сажать в июле, вот именно как раз после чеснока. Если мы сажаем дайкон весной, то как и редис, как и редька – это растение короткого дня, когда день увеличивается, он начинает ветвиться, он начинает уходить в цвет, а при посадке летом день уже не увеличивается, он идёт на оболь, и это помогает нам избежать цветушности, это помогает нам избежать излишнего ветвения и вырастить хороший дайкон. Многие сажали дайкон, но не у всех он получается. Я сейчас расскажу, что нужно сделать для того, чтобы вырастить хороший, ровный, длинный, либо круглый дайкон. Вот у меня в руках семена двух видов дайкона. Это длинный дайкон Саммер Кросс и круглый дайкон Розовый блеск Мисата. Дайконов сейчас очень много. Это дайкон Саши, дайкон Московский, дайкон Осенний, Носорог, ну и вообще их великое множество. Дайкон по своему вкусу, он чем-то напоминает редис, но он более плотный и сочный. Больше он как-то похож на редьку, но он намного нежнее и мягче по вкусу, чем редька. Сажать дайкон нужно в рыхлую землю, потому что это длинный корнеплод или вообще крупный корнеплод. Даже если он и круглый, это крупный корнеплод, и ему нужно глубоко проникнуть в землю. Отличительная черта дайкона от редьки – этот корнеплод наполовину выступает из земли. Он наполовину уходит в землю, а вторая половина у него над землёй. А редька у нас обычно большая часть погружена в землю. Почему плохо получается вырастить дайкон? Во-первых, одна из причин, если тяжёлая глинистая почва. Если почва глинистая и тяжёлая, то такие длинноплодные, корнеплодные дайконы лучше не сажать. Берём круглый дайкон, такой как сажа, такой как носорог, такой как осенний, и тогда мы получим большие плоды. Но не нужно будет пробивать эту тяжёлую глинистую почву, чтобы вырастить, и дайкон у вас получится хороший. Освобождаем от уже выросших сорняков на грядке землю. Сорняки выпалываем тщательно, нам не нужны излишние растения. Перекапываем почву. Казалось бы, даже почва, если и рыхлая, хорошая, всё равно её нужно будет перекопать, и перекапываем почву глубоко. И теперь почву нужно будет хорошо разгромнять. Вот у меня почва здесь рыхлая, комков больших нет, но всё же граблями по почве нужно пройтись, для того чтобы разбить все комочки, чтобы ничего не мешало дайкону расти. Дайкон сажаем по схеме. Между растениями сантиметров 20-25, а между грядками где-то 40-45 сантиметров. Розетка у дайкона крупная. Сам корнеплод тоже требует большой площади питания. Поэтому не сажаем так часто, как редис, а сажаем редко. У дайкона довольно-таки крупные семена, и поэтому можно посадить прям по одной семечке, для того чтобы не продёргивать, для того чтобы не лишиться какой-то части урожая. Вот семена дайкона. Они вот даже покрупнее, чем семена редиса. Одна грядка, и вот здесь вот где-то вот сантиметров 40, вторая грядка, а внутри грядки мы будем сажать 20 сантиметров. Вот как раз у меня 20 сантиметров такая вот мерка есть. И сажаем прям по семечке дайкон. Да, редко, но зато мы не будем потом его продёргивать. Не мучиться с ним. Вообще розетка дайкона очень такая большая и очень обширная. Таким образом мы засеваем всю освободившуюся землю. И потом мы засыпаем эти семена на глубину 1-2 сантиметра. Для того, чтобы семена дайкона хорошо взошли, почва должна быть постоянно влажной. Ну вот сегодня пасмурный день. Сажаю я во влажную землю. По прогнозам ещё вернётся жара. И вот для того, чтобы не потерять всходы дайкона, их нужно хорошенечко увлажнить и после прикрыть укрывным материалом. Если укрывной материал лёгкий, ну примерно 17-й, можно просто на конце насыпать земли. Весь уход за дайконом заключается в поливе, обязательно рыхлений между рядами. Основная причина, почему плохо получается дайкон, это корка, которая образуется после полива и дождей. Вообще дайкон очень требовательный к доступу воздуха к корнеплоду, поэтому не ленитесь и обязательно после дождя, после полива разбивайте корку, которая будет образовываться. И обязательно пропалывайте сорняки. Осенью вы получите очень полезные, хрустящие корнеплоды, которые хорошо хранятся, и их можно употреблять практически до Нового года, а у кого-то они пролежат ещё и дольше. Японцы дайкон маринуют, солят, но для нас лучше всего его потреблять в свежем виде с маслом, со сметаной. Дайкон содержит огромное количество полезных веществ, а уже осенью, уже зимой кончается запас свежих овощей. И дайкон тут как раз и будет той палочкой в ручалочке, которая поможет нашему организму пережить зиму и побороть различные инфекции, а дайкон это может сделать. Смотрите дальше наши ролики, и мы вместе рационально будем использовать каждый кусочек земли.